Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим томатный суп с фаршем. Для приготовления нам потребуется 400 грамм фарша. У меня говяжий, можно взять любой фарш. Небольшая морковь весом 80 грамм, 80 грамм лука, небольшая помидорка весом 100 грамм, 2 крупные дольки чеснока, 5 средних картофелин общим весом 400 грамм, сладкий болгарский перец весом 200 грамм, подсолнечное масло, столовая ложка томатной пасты, смесь перцев, соль и вода. Мелко нарезаем лук. Картошку нарезаем не очень крупно, примерно таким образом. Не очень крупно нарезаем помидорку. Примерно вот так. Перец нарезаем тоже не очень крупно, кубиком. Вот таким образом. Осталось натереть морковь на крупной терке. В чашу мультиварки наливаем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Выбираем меню, режим жарка. Если есть возможность выбора продуктов, тогда выбираем мясо. Если нет выбора продуктов, тогда просто режим жарка. Если отсчет времени начинается, сразу ждем 2-3 минуты, чтобы масло успело нагреться. Если же у вас отсчет времени начнется с нагрева, тогда ждите звукового сигнала. Итак, у меня прошло 2 минуты. Отправляю туда фарш и сразу овощи. Морковь, перец, помидоры и лук. Обжариваю все сразу вместе. Через 10 минут с момента жарки добавляем столовую ложку томатной пасты. Томатную пасту необходимо обязательно обжарить, иначе картошка во время приготовления супа будет стеклянной. Перемешиваем и обжариваем еще 5 минут все вместе. Прошло еще 5 минут с момента жарки. Отключаем режим жарки. Если у вас время не закончилось, выкладываем картофель. Примерно столовую ложку соли или соль по вкусу. Примерно пол чайной ложки смеси перцев или перец по вкусу, или любые другие специи. Заливаем это все обязательно горячей водой. Добавляем не выше максимальной отметки. У меня получилось 1 литр 900 миллилитров воды. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на режиме суп. Нам необходимо, чтобы сварилась картошка, поэтому 40 минут будет достаточно. Включаем мультиварку. Через 40 минут суп будет готов. Суп готов. Вот что получилось. Сам суп получается достаточно густой, наваристый и очень ароматный. Сейчас мы добавим чеснок и зелень уже в порционно. Вот такой замечательный суп получился. Очень ароматный, наваристый. Готовится легко и просто. Подавать его можно со сметаной или с майонезом. Как я говорила ранее, я добавила свежую зелень и измельченный чеснок. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первым получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!